Дорогие друзья, сегодня на портале Экзегет толкование послания апостола Павла к римлянам. Мы обратимся к одной из завершающих, это пространное послание глав, главе 12, и прокомментируем с вами стихи с 9 по 21 стих 12 главы послания апостола Павла к римлянам. У святого апостола язычников есть обычай свои пространные великие послания завершать короткими назиданиями, наставлениями, каждый из которых может быть предметом отдельного размышления. Итак, я обращаюсь к 9 стиху 12 главы послания к римлянам. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». А неужели существует любовь лицемерная? Конечно, притворство не имеет ничего общего с любовью. И волк в овечьей шкуре остается хищным и опасным животным. Апостол Павел свидетельствует, в чем же состоит искренная и истинная любовь, а именно в отвращении от зла и прилепленности к добру. Если ты сам внутренне порочен, если ты питаешь в душе худые помыслы, если ты развращен, то все твои высокие слова о любви или внешние действия, показывающие, что ты заботишься о благе людей, будут и самообманом, и обманом одновременно. Любовь имеет истинное качество, это чистота, это отвращение от зла и, напротив, обращенность, прилепленность к добру. Собственно, то, о чем говорил еще царь и пророк Давид в своей богодухновенной псалтире. «Твори благо, бегай злаго». Познал Господь любящих его, даровал им особую печать, как об этом в новом месте свидетельствует апостол Павел. «Любящие Господа, ненавидите злое». Вот эта отторженность от зла и устремленность ко благу, то есть исполнению воли Божьей, и дает нашей любви подлинное божественное качество, искренность и истинность. Если ты хочешь преуспеть в любви, ты не должен на груди пригревать змею подколодную, гнев, похоть и злобу. Ты должен быть человеком чистым, как дитя. Христианину нельзя иметь двойное дно. Одно пишем, два в уме. Христианин должен быть совершенно прозрачен в лучах божественной благодати. Итак, прилепившись в молитве к источнику божественного света, соделав наше сердце с Божьей помощью через покаяние и молитву правым предсоздателям, выправив наши намерения, стяжав чистые мысли и чувства, освященные молитвой, мы сможем выполнить другие наставления апостола Павла, стих 9, 12 глава к римлянам. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Какие удивительные слова апостола Павла. Истинная любовь к Богу проявляется в служении к ближним. Братолюбие есть исполнение второй заповеди закона, возлюбив ближнего как самого себя. Но именно здесь апостол Павел указывает оценок братолюбия. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Думается, что в священном Писании мы не найдем иного места, где употреблено это такое, как бы мы сейчас сказали, душевное слово «нежность». Нежность – проявление трепетности, ласковости, тихости. С нежностью ассоциируется улыбка, предупредительность, какая-то сердечная интонация. Не правда ли? В наше время можно найти у людей многое – развитый ум, глубокие познания, внешняя благотворительность. Но нежность, деликатность, тактичность в обращении друг к другу днем с огнем не сыскать. И если из всего нашего комментария, дорогие друзья, мы сегодня запомним только это наставление апостола Павла «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью» и время от времени будем вспоминать это слово, думается, что скромный труд проповедника окупится в 30, 60 и 100 крат. «В почтительности друг друга предупреждайте». Почтительность не имеет ничего общего с заискиванием, лицемерием и лестью. Но Священное Писание учит нас воздавать каждому подобающую ему честь. Почтительность младшего перед старшим, чувство признательности детей по отношению к родителям, благоговейное отношение к пастырям со стороны посомых. Однако апостол хочет, чтобы и равный с равным был почтителен. Не дожидайся, пока поздоровывается с тобой. Смиренно склони голову и сам произнеси слова приветствия. Не стыдись предупреждать в знаках внимания своего соседа. Это замечательное наставление, которое истребляет в человеке гордость. Кто ты такой, чтобы я перед тобой снимал шляпу. Научит нас действительно почитать себя слугами тех, кто нас окружает. И прежде всего домочадцев. В усердии не ослабевайте. Как часто мы начинаем за здравие, а заканчиваем по русскому пресловию за упокой. Жень прожить, не поле перейти. Мы должны, как говорят музыканты, жить под знаком крещенда. И если с усердием начали распахивать свой сердечный надел, положив руку на плуг, не призваны оборачиваться назад. Дело нужно доводить до победного конца. И так, служа людям, не должно разочаровываться в них. Но, служа людям ради Христа, будемте взращивать наше усердие, потому что служим не ради хлеба куса, а ради Иисуса, видя образ Божий в каждом из тех, кто нуждается в нашей помощи. Духом пламенейте. Духом пламенейте. Высшая часть души, бессмертный дух, озаренный, освященный, воспламененный энергией Духа Святого. Вот, оказывается, та вертикаль, которая делает христианина победителем для того, чтобы не разочароваться в земном служении, не сойти с колеи, так сказать, для того, чтобы донести до конца свечу веры горящей и не потерять спасительный елей в лампаде собственной души, необходимо все время воспламенять дух, иску превращать в пламя, черпая нравственные силы в единении с Господом, в таинствах покаяния, причащения телу и крови Спасителя, неустанного внимательного призывания Его имени в молитве Иисусовой. Духом пламенейте. В этих словах вы, дорогие друзья, чувствуете, кто же суть истинные христиане, светлячки, малые солнышки, люди, через которых лучи божественной благодати распространяются в этом темном и холодном мире. Господу служите! Мы уже говорим о том, что в ближних, за спиной каждого человека, мы должны видеть того, кто некогда скажет, что сделали единому из малых сих верующих меня, накормили, напоили, одели на гово, посетили томящегося в темнице или поверженного на одре болезни, то сделали мне. Господу служите! Не будьте человеку угодниками! Не трубите, так сказать, о своих добрых делах направо и налево, выкладывая в интернет-сериале современный жизни отчет о своих благих делах. А даже если отчитываетесь, то делайте это не ради тщеславия, но прославляя имя Господне, памятая, что истинное доброделание требует по Евангелию определенной скрытности, чтобы не стать жертвами собственного тщеславия. Утешайтесь надеждою! Надежда на милость Божию есть источник внутреннего утешения и радости. Мы действительно призваны, как малые дети, руками держаться за ризы Господа Иисуса, надеясь на Его помощь не только в этой земной жизни, что Он будет покровительствовать нам в наших добрых делах, но особенно возлагать на Него упование, помышляя о жизни вечной, надеющейся на тебя, Господи, да не погибнем, веруем, что твоим распятием, твоей живоносной кровью мы будем избавлены от темной власти и по исходе души из тела и обретем милость на страшном, нелицеприятном твоем суде. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, так, чтобы не впадать в уныние, в печаль, в депрессию, от мнимой беспросветности нашей жизни. Действительно, мы рубим сук, на котором сидим, когда в отчаянии произносим такие пустые, опасные в нравственном отношении слова. Я не могу работать в таких условиях, нет больше сил моих терпеть. Это безобразие. Человек, склонный к ропоту и возмущению, сходится к кресту и может потерять божественную благодать, став жертвой демонов, которые ни о чем так не радуются, как о возможности сбить христианина с ног, повергнув его в ров уныния. Будемте терпеливы в скорбях, памятуя, что Бог, по верному своему слову, не даст нам испытаний, искушений, превышающих наши немощные силы. В молитве постоянны. Да, действительно, молитва – это не только вдохновение, это не только крылья за спиной, но это труд. Труд собирания ума, труд сопротивления злым помыслам, труд призвания имени Иисуса Христа среди молвы и суеты житейской. Однако человек, который исходит на молитвенное делание свое с утра и до вечера, еще прежде сумерек пожинает плод молитвенного трезвения, в сердце собирается таинственная теплота, легкость совести, радость бытия, чувство близости к нам. Творца незримо соприсутствующий нам – это тот благодатный урожай, о котором хорошо знают боголюбцы. В нуждах святых принимайте участие, не будьте равнодушны к просьбам к вам обращенным. Святые – суть крещеные, то есть освященные благодатью Святого Духа люди. Вокруг вас всегда есть малоимущие, те, кто рад и куску хлеба. Но нуждой святых я бы назвал еще и нужду в общении, в теплом, ласковом человеческом слове, даже в простой улыбке, в добром выражении глаз. Будемте принимать участие в нуждах святых, не теряя внимания, сердечной доброты, расположения к друзьям, единомысленным с нами людям. Ревнуйте о странно приимстве. Да, конечно, неплохо и замечательно предложить вашему другу, прибывшему к вам из другого города, провести у вас час другое, а то и переночевать. Но толкуя и размышляя о Священном Писании в нравственном смысле, я бы сказал, что дом души – это сердце. Умейте вложить частичку собственной души в общение с людьми. Примите человека со всеми его немощными недостатками, каков он есть в сердце своем мысленно, обнимите его, простите ему его несовершенство, благодушевствуйте, когда сталкиваетесь с ограниченностью его природы. И это будет исполнение, духовное исполнение Запада. Ревнуйте о странно приимстве, благословляйте гонителей ваших. Это неизменная высота евангельского благовестия, это верх нравственного совершенства. Не озлобляться на наших идейных оппонентов, не почитать их врагами, но скорее благодетелями, врачами, через которых Господь Бог врачует вас от ваших тайных страстей. Благословляйте гонителей ваших. Вы должны видеть в них, пусть и тупые, но орудия божественного промысла, который возводит вас на высоту нравственного совершенства. Благословляйте, а не проклинайте. Священное Писание однозначно запрещает нам произносить слова проклятия, о чем, к сожалению, не помнят иные безумные матери, выведенные из себя нечестием сыновей, о чем не хотят помышлять гордые люди, полагающие, что нам возможно на кого-то изречь горькое слово проклятие. Нет, оно обращается как бумеранг на нас самих, поэтому благословляйте, а не проклинайте. Это слово нужно обязательно запомнить, чтобы навсегда запечатать свои уста, когда в случае ревности, мстительности дьявол, приступая к нам, как будто побуждает нас изречь худое слово о человеке. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Золотое слово апостола Павла, которое учит нас в виде проявления добра, красоты, нравственной чистоты в людях, не смотреть на них так, как Сальери по пушкинской версии смотрел на прекрасно душного Моцарта. Но мы призваны воздавать Господу Богу благодарность за проявление Его красоты, мира и чистоты в этом мире и таким образом становиться соучастниками чужих добродетелей, веруя, что за сочувствие к хорошему сам Бог умножит благо в нашем сердце. Плачьте с плачущими, то есть имейте применение, применяйтесь, психологически вживайтесь в тех, кто находится в нужде. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Проявляйте эту участливость, этот психологизм, не затворяйте створок вашего сердца от тех, кто хотел бы погреться рядом с вами, прийти в состояние мира и покоя в виде ваше светлое лицо. Будьте единомысленны между собою. Избегайте разномыслия, говорит апостол Павел. Мы должны единомыслием исповедовать Отца и Сына и Святого Духа, как огня бегуя ересей, искажений Бога откровенного учения. Но должны хранить единство Духа в союзе мира. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. А чем отличаются смиренные от высокомудрых? Они знают себя и с них довольны. Они памятуют о своем несовершенстве, сокрушаются о своих грехах, не ищут чего-то, что превышает их постижение, не пытаются вылезти из собственной кожи. Поэтому высокомудрствование, любопытство о вещах, не относящиеся к нашему спасению, весьма опасно. Благонадежнее размышлять о страстях и грехах, нежели о высоких богословских предметах, если мы еще имеем неочищенное сердце. Не мечтайте о себе! Насколько важно это слово апостола Павла, ведь нам всем в большей или меньшей степени свойственна эта духовная хлистоковщина, когда мы приписываем себе непринадлежащее, когда мы выходим из богоустановленного чина, теряем внутреннюю скромность, теряем критическое отношение к самим себе, забываем, что нам необходимо смотреть на себя со стороны. Итак, не мечтайте о себе, то есть укоряйте себя, ставьте себя на последнее место в той среде, в которой вы находитесь и обретете сердечный покой. Никому не воздавайте злом зло-зло. Апостол на корню истребляет мстительность, скромную месть, виндетту, он учит нас вверять и любящих и ненавидящих нас милости Божией. Но пекитесь о добром пред всеми человеками, старайтесь творить добро всем. Как учит старец Паисий Агиорит, старец Паисий Афонский, особенно нужно делать подарки тем, кто против нас злится, имеет точить на нас зуб, недоброжелательствует по отношению к нам. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Христианин – это человек мира. Христианин чужд той постоянной тревоги, ревности, подозрительности, которые делают его, христианина, тяжелым в общении. Мы миролюбивы, кратки, как овечки. Мы стараемся примерять враждующих. Мы не идем на конфликт. Мы гасим все ссоры, если возможно. То есть мы должны делать все необходимое и достаточное, что только от нас не зависит, чтобы в общении с нами, вокруг нас, а прежде внутри нас, выдворялась любовь. «Не мстите за себя», – еще раз убеждает нас апостол Павел. «Возлюбленные, не мстите за себя, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, и аз вас дам», – говорит Господь. «Иногда мы встречаемся с проявлениями крайней жестокости, бессмысленного зверства, при слухах, о котором кровь стынет в жилах, и волосы встают на голове. И, однако, христианин не должен опускаться до этой испепеляющего сердца ненависти. Есть судья, есть высший суд, недоступный звону зла. Мы не должны допускать в сердце этой мертвящей нас сатанинской ненависти. Оговорюсь, в данных словах вовсе не содержится указание, что власти Богом поставлены не должны утверждать торжество правды. Есть место карательным функциям государства. Преступник должен быть обезврежен и наказан в соответствии с законом. Но эта запасть апостола «Не мстите за себя, возлюбленные, обрешена лично ко мне». Я не должен, как Монте-Кристо, если вы помните такого героя французской литературы, самолично умершлять своих противников. «Мне отмщение аз вас дам, — говорит Господь, — Бог шельму метит по русской пословице, и поэтому, если ты молишься и вверяешь своих сопротивников со всеми их потрохами Господу Богу, он найдет способ их вразумить и привести к покаянию. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его». Эти слова говорят о совершенстве христианина, который должен к самим злопыхателям, недоброжелателям своим являть благородство, к своим казнителям и мучителям не должен питать ненависти, но, делая им добро, если есть тому силы и возможность, таким образом располагает их к покаянию. «Делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья», — вспоминает апостол Павел царя Соломона с его притчами. Здесь не будем ошибаться. Христианин не может руководствоваться мотивом злобы и жаждой отмщения. Но когда мы проявляем благородство и великодушие к врагам своим, тем, кто желает нам сопротивного, благотворя им, проявляя незлобие, мы желаем им покаяния. Мы желаем им здесь, в этой земной жизни, ужаснуться своего поведения, изблевать, так сказать, гордость и злобу в покаянии. Если же они останутся до конца нераскаянными, ожесточенными, Господь знает, как смирить их на страшном суде. Мы не должны в себе таить ни коварства, ни зложелать им, ни мстить им, жалея всякого человека, помраченного злобой. И, наконец, 21 стих 13 главы послания Криллинам, стих завершающий. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вот она, активная и жизненная боевая позиция христианина, чуждая толстовской теории непротивления злу насилием. Насилие, как мы выяснили, если речь идет об органах правосудия, может, и выступает истинным благом в отношении социально опасных людей. Но по сердцу я никогда не должен быть побежден злом, не должен впускать в себе черную энергию гордости и ненависти, но призвано побеждать зло добром. Вот это внешне воинствующее, разливающееся вокруг нас мутным потоком злом, мы побеждаем добром, то есть сожалением о людях, чуждых духа милосердия, внутренней скорбью, как Христос скорбел об ожесточенных фарисеях, о людях, внутренним плачем за тех, кто явился пленником врага рода человеческого, внутренним противлением, и не только внутренним, но и внешним общественному и частному злу. Побеждая зло добром, мы являем силу самого кроткого Иисуса Христа, который, как вы помните, стоя пред Пилатом, гонителями, мучителями, не злословил взаимно, не отвращал лица от заплеваний и заушений, но явив божественную кротость и смирение, силой своей любви низложил врагов, победив смерть жизнью и воскресением, победив зло добром, победив ложь истинной.